МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем сразу с вопросов. Работы по благоустройству в Уссурийске ведутся. Строители успевают ли все сделать? И на каком этапе? Укладываются ли они в сроки? Да, у нас работы ведутся на 134 дворовых территорий. Это 104 по 1000 дворам губернатской программы, и 27 по комфортной среде. Плюс два сквера. Везде работы ведутся. Сделано около 30%. Окончательные сроки всех работ с 30 сентября по 15 октября. Больше, конечно, у нас дворов, где будут делать спортивные площадки, поэтому там еще работы не начинались. Было закуплено оборудование, и наши специалисты проверили. У всех подрядчиков на складах уже оборудование находится. Сейчас начнутся масштабные установки спортивных дворов. То есть уже около 20, да, получается, дворов сделаны и приняты? 28. Как проверяется качество работы, и насколько результат будет влиять на оплату, например, результата? Мы везде в округе. Работу выплачиваем только тогда, когда сделана работа. Что касается дворовых территорий, то, конечно, там целая комиссия. Это с администрации, с управляющей компанией, и, конечно, сами люди, сами жильцы, кто ходят в общественные организации своих домов. Они вместе ходят, проверяют, берем пробу асфальта, смотрим, как что, и когда вся комиссия подписывает, что устраивается, тогда только выплачиваются деньги. То есть если не устроят, и работу, естественно, не будут оплачивать? Конечно, те замечания, которые будут сказаны, они должны быть устранены, только поэтому будет выплата денег. Ну и все понимают, что у нас гарантия от 3 до 5 лет на разные работы. В течение этого времени, получается, подрядчик будет что-то справлять? Конечно, будем вызывать, и подрядчики будут исполнять свои работы. Потому что программа не один год, дальше будет двигаться, и многие хотят заходить к нам в округ, чтобы дальше исполнять эти программы. Как раз предлагаю посмотреть сюжет о том, как проходит приемка дворов, где работы уже закончены. Двор на Пролетарской 94 запестрел яркими красками. Здесь установили новую игровую площадку, где собираются теперь детвора со всей округи. Территория вошла в губернаторскую программу. Качели, карусели, новые песочницы и мягкое покрытие. Мамы и малыши не нарадуются. Домком строгим взором оценивает работы. Говорит, что сюда вложено очень много сил самих жильцов. Много лет они делают свой двор краше. Сначала своими силами с домом соседним, получается, как могли, обустраивали сами. Они завезли щебень, помогли. Наши мужчины построили хоккейную коробку, какие-то фигуры. А сейчас повезло нам попали в две программы, осуществили мечту. По программе «Тысяча дворов» в Уссурийске приведут в порядок 104 территории. Проект предполагает несколько видов работ. На улице Пролетарской выбрали устройство игровой зоны. Также параллельно в Уссурийске реализуется программа «Комфортная городская среда». Это еще 27 обновленных дворов. В работе у нас 20 площадок с дворами. Это формирование комфортной городской среды и тысяча дворов в Приморье. Планируем, если нам даст погода, все закончить к середине сентября. Сейчас темпы нарастают. Денежные средства поступили в Уссурийский городской округ. Сейчас начнем оплачивать. Дело за малым. Делать и контролировать. Чем и занимаются специалисты. Как уложен асфальт? Правильный ли угол наклона у бордюрного камня? Изучают все до мелочей. На Темирязево во дворе 73 и 75 домов несколько недель трудились дорожники. Как итог, 2000 квадратных метров территории в новом покрытии. Несколько подрядных организаций задействованы в работах по городу. Наша компания взяла под ремонт 10 дворовых территорий. На всех абсолютно у нас асфальтирование. То есть детских площадок нет. Ну, в принципе, мы не специализируемся по этому профилю. Конкретно в этом дворе мы сняли старое асфальтобетонное покрытие. Оно было уже в разрушенном состоянии, с провалами. И такая картина встречают ремонтные бригады практически везде. Ведь в Уссурийске десятилетиями не велись преобразования дворовых территорий. А в этом сезоне обустроят еще и две зоны массового отдыха. По программе формирования комфортной городской среды сделают скверы на пятом километре и в Доброполье. Ольга Муравьева, Антон Вецеховский, Телемикс. В этом году будет благоустроено два новых сквера у нас в двух микрорайонах. На пятый километр и Доброполье. Скажите, к работам уже приступили? Да, уже работы ведутся на двух территориях. Тоже предварительное время сдачи у нас 15 октября двух скверов. В прошлом году в микрорайоне Междуречья делали сквер имени Кузьминчука. И тогда сдали в конце года практически сквер. В этом году успеем ли мы сдать пораньше? Мы начинали в конце сентября в том году. А в этом начали уже в первых числах июля. Так что мы успеваем. И еще раз повторюсь, к 15 октября скверы должны быть сданы. Как будут выглядеть эти зоны отдыха? Что там будет? Проекты уже существуют, раз и работы ведутся. Мы заранее делали проекты, согласовывались с людьми, что жители больше хотят этих территорий. То мы старались и воплотить в жизнь. Это, конечно, спортивные площадки, детские площадки для маленьких, для больших, для бабушек, для дедушек. И зоны отдыха, также прогулочные зоны, высадка деревьев, кустарников. Мы пробуем все учесть, что хотят наши жители. Давайте сейчас посмотрим небольшую презентацию одного из будущих скверов. Как раз и увидим, как она будет выглядеть в результате. КОНЕЦ КОНЕЦ Евгений Евгений Евгеньевич, вам лично нравится визуально, как будут выглядеть скверы по проектам? Ну, конечно, мы вместе с коллегами их разрабатываем. И еще раз говорю, смотрим на все пожелания наших жителей вместе это делаем. И как раз в продолжении темы предлагаю посмотреть еще один материал, который сделали мои коллеги о том, как ведутся работы в микрорайоне Доброполе. На этом пустыре в Доброполе вторую неделю не прекращаются работы. Бригада трудится в напряженном графике. К концу сентября здесь вырастет большой сквер. Сейчас готовят площадки под установку инвентаря. 10 тысяч квадратных метров обустроят игровыми зонами, спортивными сооружениями, брусчаткой и зелеными насаждениями. Также проектом предусмотрено более полторы тысячи квадратных метров тротуарных покрытий из брусчатки. Две парковки запроектированы асфальтобетонных общей площадью тысячи квадратных метров. Площадь застройки составляет более 10 тысяч квадратных метров. Территория в работу досталась не самая простая, признают строители. Десятилетиями это место пустовало. Местные жители лишь высаживали деревья. С ними-то и пришлось повозиться. Тут потребовались жертвы. После непродолжительных споров с населением нашли компромисс. Часть зелени пересадили. Площадки – быть. Ведь в Доброполе проживает 8 тысяч жителей, а места для отдыха нет. Было много высказываний по поводу удаления деревьев, которые садили 35 лет назад жильцы. Конечно, было жалко насаждения. Но нас уверили, что здесь будут новые насаждения, будет очень много современных деревьев, которые, так сказать, не будут давать такой тени. В то же время озеленение будет в этом месте. Высадка многолетних трав и саженцев предусмотрена контрактом. Но это в будущем. Сейчас необходимо забетонировать основание. Следом начнут укладывать резиновое покрытие. Параллельно приступят к благоустройству прилегающей территории. И бригады начнут установку качелей, игровых комплексов и спортивных тренажеров. Параллельно ведутся работы и в другом микрорайоне Уссурийска. Еще один сквер возводят на пятом километре. Правда, территория здесь гораздо больше. Оба этих проекта стали возможны благодаря программе формирования комфортной городской среды, которая действует второй год. В перспективе еще две зоны отдыха появятся в Уссурийске. Это скверы на Ленинградской и в селе Воздвиженке. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Продолжаем прямой эфир. У нас есть звоночки. Евгений Евгеньевич, давайте примем. Здравствуйте, задавайте свои вопросы и представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Терехина Тамара Петровна, живу, ветеранов 15. У нас такой двор страшный, ни бордюр, ни тротуары, ни асфальта, ничего. Как-то можно бы, наверное, это посмотреть или... В общем, надо как-то бы нам помочь. Спасибо, товарищ Петровна, за вопрос. Да, у нас... Мы надеемся, что будет работать и дальше программа «Тысяча дворов». И мы, конечно, посмотрим, что можно делать и в других дворах. И тем более мы сейчас хотим по-другому формировать дворы. Не как делать один двор здесь, через пять дворов другой двор, а комплексно подойти, что если пять-шесть дворов брать сразу, сделать сразу целый сквер, чтобы все дома и все дворы были сделаны за раз. И так по пять, по шесть дворов начнем делать. Я надеюсь, что в следующем году нам попросили около 150 дворов. Я думаю, что нам их выделят, и, конечно, мы больше сделаем в округе. Хорошо, спасибо за звонок. У нас есть еще один звонок. Давайте примем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Так, у меня вопрос. Я это ветеран вооружения стиля, ветеран труда, старший правший Шуфирова от Абала Сархадагла. Я 32 года родня защищал здесь. Я живу в Кармшево, 25А, квартира 43. Два года назад у нас дорога страшная здесь. Я не знаю, почему здесь никто не асфалтирует, голова администрации куда смотрит, прокуратура куда смотрит. Я у вас прошу искренне. Я специально два года назад фотосъемка сделал, дорога страшная. Таксисты проходят в материнце здесь. Мне же самому стыдно. И народам здесь всем говорят, никто не хочет асфалтировать дорогу. В прошлом году Владивостокский администратор я съемку отправил, и Уссурийский администратор съемку тоже отправил. Фотосъемка у меня есть. И до сих пор никакой меры никто не принимает. Я здесь сейчас смотрю, асфалтируют, ремонт идет, а Кармшево никто не делает. Вот именно Кармшево, 25А, Кармшево, 25Б. Три дома возле автостоянка Югара. Куда смотрит администрация? То говорят военные дома, то говорят гражданские дома. Я не знаю, то говорят закрытый гарнизон. Куда смотрит администрация? Куда? Наши деньги мы за текущий ремонт платим. Здесь игровой площадка спортивной вообще ноль. Там афоны не работают, бардак. Мы как будто так в числа не живем. Вот мой вопрос. Принимайте меры, пожалуйста, умоляю вас. Спасибо за вопрос. Я обязательно на этой неделе к вам приеду лично и посмотрим, что можно сделать. Хорошо? Спасибо. У нас есть время еще принять последний звонок. Здравствуйте, представьтесь, задавайте вопрос. Алло. Повторяйте, пожалуйста, погромче. Вас беспокоит Рубан Евгения Витальевна с Новонекольского проезда, дом 4. Помогите, пожалуйста. Наши дети очень просят хоккейную коробку. Им негде играть. Детская площадка есть, но хоккейной коробки нет. Они очень просят. И также мы просим дорогу. У нас пыльная дорога. Мы задыхаемся все от пыли. У нас шторки в пыли. В пыли. Извиняюсь за выражение. Окна все в пыли. Мы очень просим асфальт. Ну что-то положить нам. Потому что мы задыхаемся от пыли. Приедьте к нам. Посмотрите, пожалуйста, дорогу и хоккейную коробку. Пожалуйста. Очень просим. Новонекольский проезд 4. Спасибо, Евгения Витальевна. Я обязательно на следующей неделе пройду к вам. Я знаю про эту дорогу. Мы думаем, как это можно сделать. Понятно, что нужно делать проекты. Потому что дорога была не запланирована и без асфальта. А чтобы сделать асфальт, нужен проект. Мы сейчас посмотрим, при формировании нового бюджета, какие нам будут деньги выделяться, чтобы сразу проектировать. Это не одна дорога. В округе, к сожалению, где нет асфальта, нужны проекты. Будем смотреть, чтобы делать проекты, а потом асфальтировать. Спасибо. Спасибо большое. Вам огромное. Вам спасибо. Спасибо. Евгений Георгиевич, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо за ответы. Увидимся в следующих понедельник. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok